Сегодня у нас очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия о борьбе пролетарских, либеральных и мелкобуржуазных тенденций в рабочем движении. Слово предоставляется секретарю ЦК РКРП Соловьеву Олегу Николаевичу. А вот Любовь Ивановна Павловна здесь находится, тогда решите начать с другого. Решите включить награду, почетную грамоту Павловой Любови Ивановне за активную деятельность по пропаганде идей Российского Объединенного Трудового Фронта, за преданность делу Трудового Народа и бескорыстную помощь Организации Род Фронта. Так что вот, сраймой Любовь Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Подготовка к практической борьбе, я так понимаю, не способствует наполнению аудитории, но еще с другой стороны не дает возможность подготовки такой полношкровной академической лекции. Но постараемся, давайте с вами рассмотреть сегодня вопросы, тенденции пролетарских, либеральных и мелкобуржных в рабочем движении, прежде всего, конечно, в профсоюзном движении, как наиболее распространенной, сконцентрированной формы организованной борьбы рабочего класса и трудящихся в современных условиях, в мире, да и в России. Для того, чтобы оценить современность, мы все-таки с вами постараемся опереться на движении Максиско-Ленинской науки. Поэтому вспомним работу Иосифа Виссарионовича Сталина того года «Классовая борьба», в которой он говорит о том, что, конечно, для борьбы за свои экономические интересы рабочие классы, рабочие создают свои рабочие организации и, прежде всего, финансовые союзы. Это организации, постоятельные финансово, самостоятельно организационные и формально не подчиняются каким другим. Тем не менее, что касается идеологического наполнения, идеологическое наполнение или господствующая идея, преобладающая идея в тех или иных профсоюзах или объединениях, означает сама по себе уже зависимость идеологическая. И в этом смысле коммунисты, конечно, должны бороться за преобладание пролетарской, собственно, рабочей коммунистической ценности в профсоюзах. Поэтому всякие разговоры о том, что профсоюзы могут быть идейно-независимы, мы, конечно, отвергаем. Этого быть не может, хотя бы по формальным признакам, потому что среди членов профсоюзов есть представители различных партий или различных идеологий. И хотим, в том числе, нам сама сегодняшняя действительность помогает сценить современную пролетарскую тенденцию. Вот у вас на руках находится сообщение массовый классовый ответ к флотократии, антинародной политики, социал-демократического правительства и СМВ о событиях в Греции. События в Греции сегодня идут по нарастающей. Мы знаем, что там кризис, и об этом твердит кружевозные средства массовой информации ежедневно, ежечасно и чуть ли едва ли не ежеминутно. Ну вот о том, что, как реагируют на этот кризис и на попытку нализать народу Греции программу, которая разработана ЕС и правительством Греции, кстати, правительством социал-демократическим. Об этом мы не слышим. Так, что-то, где-то там, чуть-чуть, какие-то были демонстрации, выступления. В самом деле, на сайте РКРП, РПК, а также на русскоязычном сайте Компартии Греции, недоступном сегодня в том числе, вы можете не только почитать, но и посмотреть фоторепортажи и видеоролики, которые мы тоже, конечно, пропагандируем и советуем даже и в учениях рассматривать. Значит, вот в событиях Греции как раз в наилучшей степени проявляются пролетарские в профсоюзах. Эту работу Компартия Греции начала в 99-м году, когда был учрежден психологический боевой рабочий фронт ПАМЭ, вот, значит, книги, которую нам недавно привез один из членов профсоюзного комитета завода ФОР, Сергей Эрбилов, который был на семинаре в Греции. Есть эта информация. В настоящий момент ПАМЭ объединяет в своих рядах 8 отраслевых федераций, таких как Федерация строителей Греции, Федерация текстильной промышленности, Федерация печати, Фармацевтической промышленности и также другие. 13 региональных профсоюзных объединений, так называемых рабочих центров, а также десятки первичных профсоюзов, где классовые силы имеют большинство. В 99-м году создание этого фронта началось по принципу объединения профсоюзов, которые... Не торопитесь. Которые признают принцип необходимости классовой борьбы. Вот он, принцип, которым создавалось вот это профсоюзное объединение. Значит, есть один очень важный момент. Профсоюзные организации, которые вошли в ПАМЭ, они не покинули тех профсоюзных федераций, в которых находились. То есть, на самом деле, они остаются структурами, ну, например, таких профсоюзных конфедераций частного и государственного сектора, ГСЕИ, ЭДДИ, которые входят в Федерацию, Международную конфедерацию свободных профсоюзов, и, тем не менее, имеют свое лицо в ПАМЭ, то есть, являются классовыми профсоюзами. Как это получается в Греции, мы с вами постараемся поподробнее сказать. На очень свежих, даже некоторых, сегодняшних материалов. О том, как профсоюзы, входящие в ПАМЭ, сталкиваются не только с капиталом, но, конечно, и с оппортунистическим руководством тех федераций, в которых находятся их профсоюзные организации. О том, как силы ПАМЭ активизируются в профсоюзах, где классовые силы не имеют большинства, например, ПАМЭ является второй силой в ряде отраслевых федераций, таких как Федерация трудящихся в сфере туризма и Федерация металлистов, а также в ряде рабочих центров, таких как Рабочий центр Афин и Салонин, двух крупнейших городов Греции. Значит, что такое ПАМЭ, и как происходит, как удалось создать такой классовый кулак среди профсоюзов Греции? Ну, о принципе, я сказал. Значит, надо следующее сказать, в том, что профсоюзное движение во всей Европе, в том числе в Греции, достаточно развито и имеет длительную историю, и поэтому, в том числе политическую историю, и поэтому выборы в этих профсоюзах, выборы руководящих органов в этих профсоюзах происходят по политическим платформам. Вот на наши вопросы товарищи сегодня отметили, уточняю, из Греции ответили, уточняю некоторые моменты. ПАМЭ входят отраслевые региональные первичные профсоюзы, в руководстве которых преобладает 50% плюс 1, ну, преобладает большинство руководства, которые составляют коммунисты и их союзники, то есть те, кто сотрудничает с коммунистами. Вот руководство первичных организаций, если они на выборах получают большинство по платформе Компартии Греции, они уже практически члены этих профсоюзных организаций понимают, что их профсоюзная организация будет входить в ПАМЭ, в объединение классовых профсоюзов. То есть сознательно делают такой выбор. Руководство ПАМЭ избирается с учетом представления отраслевых федераций частного и государственного сектора. Ну, значит, поскольку уже в самом ПАМЭ профсоюзные организации, которые сделали свой политический выбор, то там внутри уже не происходит выбор руководящих органов ПАМЭ по политической платформе. Там она, в общем, у них одна. Хотя надо сказать, что и представители других партий в ней участвуют, ну, более-менее союзнических. Нельзя сказать, что там только коммунисты в союзах работают. Значит, ну, надо сказать еще и, наверное, о фракции Компартии Греции в парламенте. В настоящее время 21 депутат Компартии Греции. Из них пятеро, в том числе, являются активистами ПАМЭ, в том числе и председателем этого боевого фронта. Среди депутатов Компартии Греции есть также представители комсомола, боевого движения крестьян, активисты антипериалистического движения и других организаций трудящихся. Надо отметить, что депутаты Компартии Греции всю свою депутатскую зарплату сдают целиком партии, а далее партия дает им партийную зарплату, равной средней заработной плате рабочего в Греции. Вот этим обеспечивается классовый характер боевого, всегреческого боевого рабочего фронта ПАМЭ, и который составляет в костях тенденции, который мы называем пролетарской, коммунистической, как хотите, классовой. И мы видим, что особенно это проявляется, классовый характер и авторитет, который за 10 лет всего завоевали классовые профсоюзы Греции в совместной борьбе под идейным руководством Компартии Греции, во всяком случае. Вспоминаем Иосифа Виссарионовича, борьба за идейное руководство профсоюзами. Вот результаты успешной борьбы мы теперь можем оценить, потому что в условиях кризиса никакие другие силы, никакие другие рабочие организации, о которых мы тоже будем, не смогли предстоять правительству, не смогли преодолеть соглашательских тенденций своих профсоюзов, а ПАМЭ как раз наоборот смогла, и этим завоевала авторитет граждан. И состоялась 5-го числа грандиозная манифестация 10-миллионной Греции в Афинах на улице больше 100 тысяч человек. Сегодня вечером опять, в начале не трудящихся. Позиция Компартии Греции, она отвергает переговоры с правительством, какие-либо соглашения по той программе, которая навязывается ЕС и правительством Греции. Значит, представим себе, сколько визгов было бы у нас, как бы нас обвиняли в непатриотичности, если бы мы сказали, что мы не собираемся спасать российский и русский капитализм, мы не собираемся спасать российскую и русскую экономику вашими методами. У нас другой путь. У нас в нашей стране достаточно много ресурсов, мы создаем достаточно много богатства для того, чтобы самим устроить жизнь и процветание, и будущее нашему народу. Чем бы нас сегодня обвинили. Значит, именно такую позицию занимает Компартия Греции на данный момент, и вы видите, какую поддержку со стороны народных масс они получают. Позиция настолько тверда и авторитетна, на данный момент я повторяю, что руководство соглашательских профсоюзов, которыми в свою очередь и идейно, и политически руководят социал-демократическое правящие партии, партии новой демократии, так называемой оппозиционной, а на самом деле, это, так сказать, почти двухпартийные системы, кружазной Греции, значит, они вынуждены также недовольство свое демонстрировать, но посмотрите, какая разница. Тоже документы, которые нам... Пасок, да, одна партия Пасок, социал-демократическая, другая новая демократия, так и от партии Сириза. Все они, чтобы не отставать от событий, учитывают настроение людей и призывают в борьбе против антинародных мер правительства. Я засидую, потому что сами греки написали, но русский язык хороший ничего не скажет. На самом деле, на местах работы не делают ничего. Часто они объявляют о забастовке, но не ведут никакой работы для успеха. Есть много случаев, когда их лидеры даже не бастуют. Они участвовали и готовы вновь участвовать в общественном диалоге с правительством вместе с работодателем. Подписывают совместные заявления о необходимости реформ. Что касается последних мер правительства, руководство этих двух федераций, соглашательское руководство федерации частного бизнеса и государственного говорили, что сначала подождут законопроект, который выгодит правительство, а потом подумают о борьбе. То есть распространяют иллюзию, что возможен хороший вариант мер экономические выходы из кризиса, в то время, как всем было видно, что готовятся нападения на экономические, страховые и другие права трудящихся. Вот есть лекор. Вот здесь мы видим другую тенденцию. Другую тенденцию это тенденция либеральная, это, ну, можно даже сказать, либеральная, последовательная либеральная тенденция, когда просто-напросто для спасения экономики поддерживается наиболее крупный бизнес. Мы можем даже сказать, что наиболее крупная промышленность, но она от этого не перестает быть бизнесом. Спасаются, конечно, греческие банки и наиболее крупные монополии. Так вот, Коммунистическая партия Греции при этом не считает такие меры патриотическими, напротив, считает, что такие меры направлены против трудящихся, против главной производительной силы общества. Делаем вывод мы. И вот тот, кто сегодня защищает Греции главную производительную силу, то есть трудящихся, в том числе, не только рабочих, в том числе, кстати, Греция к промышленным отношениям страна, но не самой большой концентрацией промышленности, а напротив, и все последние годы она теряла свою промышленность. Тем не менее, греческая компартия считает страну, Грецию, страну империалистической. То, что она сегодня оказалась слабым звеном в Европе, это не является показателем тем, что она не достигла стати империализма. И со всей решительностью борется против этого своего греческого империализма, против греческого. Значит, давайте посмотрим, какие следствия этой тенденции пролетарской. Безусловно, главное следствие это организованность масс, организованные профсоюзы ведут за собой другие отряды трудящихся, как я говорю, только рабочих, а и трудящихся других отраслей, в том числе самозанятых, как говорят греки, то есть те хозяева, которые не имеют наемных работников. И даже отчасти тех, которые имеют двух-трех. Значит, в последнее время особенное внимание уделяется работе с крестьянством. Значит, профсоюзы, в которые входили крестьяне, находились, во всяком случае, до последнего времени под влиянием идейного и политического. в Бразии, поэтому пришли в упадок и компартия, Греция особое внимание теперь уделяет работе с крестьянством для того, чтобы их также организовать. Организуются, значит, эти массы в антимонополистический, значит, демократический фронт и особое внимание, особое внимание, да, вот мы уделяем на то, что антимонополистический фронт. Казалось бы, да, с точки зрения экономики, мы же представляем, что всякая крупная промышленность, она является июняю по отношению к миру. Да, это факт, это мы признаем. Но она уже есть, эта промышленность, да, но вместе с этой крупной промышленностью, то есть эта крупная промышленность в условиях капитализма и империализма является крупным капиталом. Как к капиталу нужно относиться. Сегодня капитал предпринимает антинародные меры. Надо бороться с этим капиталом. Головно надо. Не разрушая, конечно, промышленность, не разрушая, не разбивая машины. Да, это готовить, а приготовить массы к овладению, значит, к взятию в руки вот этого крупного капитала и превратить его в крупное производство социалистическое, да, чтобы оно перестало быть капиталом асталага в своем обществе. Могут только организованные, могут только борющиеся с этим капиталом, в том числе с монополистами, наняющиеся массы. Партия Греция это твердо заявляет, я надеюсь, твердо понимает свою перспективу, и нельзя, невозможно не согласиться с ними. Возможно. невозможно не согласиться с греками, которые по сравнению с Россией, ну, же, Греция, 10 миллионов, невозможно не согласиться со смелостью партии, которая, во-первых, дает верную оценку, на наш взгляд, капитализма греческого, не стесняется бороться с греческим национальным капиталом, с греческой национальной буржуазией, напротив, сегодня как раз все выступления направлены на ту часть греческого общества, которое фактически продает, придает интересы своего народу, угоду сохранения своих прибыли, своего господствующего положения, конечно же, в союзе с крупнейшими монополиями Европы и мира, потому что Международный валютный фонд в первую роль играет в этой программе, так называемой, программе, которую греки, греческие комбамы, прямо называют черным завтра, мы не хотят им другой жизни. Вот сегодня такой лозунг, сегодня такова пролетарская тенденция в современном рабочем движении, которая показывает пример всей Европе, потому что мы видим там, где эта тенденция, там, где эта тенденция не является преобладающей, там мы наблюдаем другое. Массовые сокращения в странах Европы, массовые сокращения, это действительно, причем высоко коэффицированные рабочие силы, пусть даже с выходными пособиями, которыми, но для многих здесь, может быть, в России или в Греции казались бы очень неплохими. Тем не менее, этих людей сократили, производство перевели, значит, они еще немножко, наверное, поживут на эти свои пособия, но в скором времени почувствуют. Вот эта соглашательская линия руководства приведет их к положению гораздо худшему, чем в Греции. Почему? Даже если предположить, не учитывать уровень материальный, который может быть по остаточному принципу, там больше будет, но эти массы трудящихся в других странах, они разоружены, они прежде всего идейно разоружены, они разоружены идейно, и поэтому слабнут организационно. Они, вообще-то говоря, Европа, значит, как Европейский Союз, в который входят наиболее передовые страны, значит, и капиталисты, которые владают большими трудовыми ресурсами, исторически высокой квалификации, может быть, и высокой культуры труда, и производительности труда, вот они оказываются более слабыми, менее подготовленными к кризисному положению, к падению экономики и так далее. И если бы еще не эта подкормка, которая некоторое время будет, наверное, сохраняться, значит, попали бы в совершенно бесственное положение. Вот экономика и политика, да, вот как они переплетаются, и в какие моменты что бывает важнее, что бывает важнее. Мы видим сегодня, как пролетарская тенденция показывает верный путь, да, а, значит, тенденция такая старинная трид-юнионистская и по этому, значит, реакционная в этом смысле, она не оказывает достойного сопротивления капиталу, который за счет трудящихся в других странах Европы, за их счет в любом случае пытается выплатить. Ну, мы с вами плавно тогда перешли уже к отрицательным тенденциям, да, реакционным, тенденциям либеральным в рабочем движении. Ну, мы вот про прогрессию поговорили, значит, теперь поговорим о России. России. Значит, мы с вами должны посмотреть на те, допустим, союзы, их руководства и какую политику они проводят. Ну, начнем, наверное, с тех лидеров, которых всегда заявляли о своей приверженности к либеральным ценностям, к идеям либерализма, в том числе к профсоюзным движениям. Те, которые всегда относились, ставили рабочих в положение вечных рабочих, вечных наемных работников, то есть, которые, да, должны уметь продавать свою рабочую силу оптом, оптом, да, но никогда не подниматься до положения класса господствующего, распоряжающегося, владеющего средствами производства. Вот, то есть, такие как грамма, вода, Куликов, к примеру. Значит, да, ведь, если посмотреть программы или уставные какие-то положения, которые содержатся до сих пор в их профсоюзах, мы там видим, да, поддерживаем реформы Ельцина, рыночные реформы и так далее, и тому подобное. Значит, это те люди, которые, ну, открыто заявляют о своем таком идеологии рабочего движения, которые открыто заявляют свою позицию, и всяческим образом пропагандируют. Ну, пропаганда, пропаганда, а все-таки 20 лет, значит, борющиеся, да, так вот, это отрицательная тенденция, да, в самом таком либеральном движении, либеральной политике в рабочем движении. Значит, но есть ли здесь положительный момент? Есть. Есть, значит, потому что пропагандируя продажу оптом рабочей силы, значит, то есть пропагандируя организацию неорганизованных рабочих и соединений, есть положительный момент. Значит, опыт борьбы, который пропагандируется, в том числе о коллективной защите прав членов профсоюзов, даже составлению и борьбы за заключение коллективных уговоров. Ну, сейчас мы не будем деталей касаться идеологии, составление этих коллективных уговоров, она отличается от той пропагандируем, но тем не менее, это все-таки, значит, шаг вперед, это есть обучение. Значит, большой опыт накоплен по использованию буржуазного законодательства, да, для защиты. Вот, это можно отнести к положительным моментам, но надо сказать, положительный момент который все больше сходит на нет. Значит, потому что практика показывает и другое, что правовые нормы чаще всего не действуют, их все трудно. Значит, как правило, к заключению по введению коллективных судовых договоров малочисленной ячейки также преодолеть, значит, барьер 10-ти процентный по представительству членов того коллектива тоже не могут. Значит, то есть, те товарищи, которые борются в этих профсоюзах, а они, наши товарищи, сегодня, по, многие из них товарищи по фронту, а есть уже члены нашей партии, они прекрасны. Так, защита отдельных работников союзом, они неэффективны. И во всяком случае не приносят авторитета. Они не приносят авторитета такого, как, вот, например, классовые профсоюзы. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, вот это вот упор на защиту в основном индивидуальных прав работников и никак не связанная вот эта защита отдельных интересов на отдельных предприятиях, пусть даже коллективах, общеполитической задачи, общеклассовой задачи, пусть даже экономической борьбы по вопросам экономической жизни со всем классом, она, как показала практика, не увеличивает авторитет этих профсоюзов. Они потеряли численности, потеряли в авторитете и, значит, никакие свободные названия, а эти профсоюзы называют свободными, дальше уже не дают им ни авторитета, ни притока дают. Так, давайте посмотрим теперь на другую часть трудящихся, которых до сих пор объединяет ФНПР. ФНПР большую работу провел уже для закрепления господствующего положения буржуазии, для закрепления существующего экономического и полиуроя. Значит, он сдерживал, он выпускал пар, он уводил от классовой борьбы, значит, он помогал сменить правительство в нужный момент таким образом, значит, чтобы это не привело к развитию классовой борьбы и не привело бы к осуществлению трудящимися самостоятельной политики. Он заключил договор с партией крупного капитала и чиновничества, то есть с самой элекционной, пожалуй, с единой России, значит, и в общем следует фарватере этой политики. Это, он занимает место других профсоюз, которые могли бы образоваться. Он всячески препятствует появлению новых ячеек. Вот здесь товарищи, там, почти, сели, которые прекрасно знают, как противодействуют. Значит, товарищи, которые гордо могли бы рассказать, как им искусственно внедряют там ячейку соцпрофа и как в самом начале пути ФНПР пытался, значит, сбить их на соглашательскую политику весь прохотчо. Это одна из причин была, потому что остался фурт с профсоюзом мошенователей. Значит, на автозаводах таких, как Тагас, значит, ну, самая, значит, нагалтелая борьба ведется, бери на центр сформации, то же самое, то есть там, где появляются классовые профсоюзы, там профсоюзы соглашательские, значит, выполняют функцию явно буржуазную по подавлению таких классовых профсоюзов. Значит, ну, тем не менее, до сих пор ФНПР представляла и еще, еще пока представляет, значит, в международных организациях большинство трудящихся России, хотя бы формально. Значит, надо еще посмотреть даже, вот даже само руководство, да, какой там первый, Макаров у них был, значит, ушел в представителей президента, а Дербин, наоборот, из правительства Петербурга, значит, пришел, наоборот. То есть, мы видим при этом, значит, весьма управляемый характер, весьма управляемый характер действия ФНПР со стороны господствующего класса, со стороны прогмотов. Значит, похоже, там ни одного шага в сторону не делают. Хотя мы находили среди профсоюзных, даже отраслевых профсоюзных, некоторое идеологическое сочувствие в разговорах, даже внешние признаки такого сочувствия, портреты Владимира Ильича на стене, но на самом деле в практических действиях этой железной системы, которая находится под контролем и руководством правительства, все эти товарищи, большинство из которых имели еще советское образование, ищут реакционную роль. Значит, наверное, не случайно, поэтому авторитет ФНПР упал ниже всех. Значит, наверное, правы те следовательские центры или отдельные исследователи от правительства, от господствующего флага, которые, ну, наверное, на протяжении двух последних лет довольно регулярно распространяли в интернете аналитические материалы и записки, которые, с одной стороны, по форме очень напоминают такие, значит, товарищи в форме, но все равно как-то с содержанием оно время от времени стыкуется. Хотя это размещалось на так называемых или якобы профсоюзных сайтах, на самом деле очень напоминает департамент правительства слогу по стилю. Так вот, значит, там в течение двух последних лет особенно интенсивна, способность ФНПР и дальше проводить политику господствующего господствующего класса ставится под сомнение. Значит, вплоть до того, что на самом деле осталась лишь имитация господствующего класса, а фактически в условиях, допустим, таких обострения кризиса и серьезного ухудшения вложения трудящихся масс, вряд ли оно сможет, по мнению аналитиков из правительства, вряд ли а, значит, Вердс может управлять этими массами. Надо даже, наверное, зачитать тут что. Что же так беспокоит? Вот. Ситуации фактической отстраненности профсоюзов это пишет Трещуков или для него. Ситуации фактической отстраненности профсоюзов от разрешения социально-трудовых конфликтов этим приходится заниматься государством. Вот это тревожа. То есть тогда получается, что между государством разные государства и трудящимися нет денег, нет буферов. И тогда государству придется при известных обстоятельствах всю критику принимать на себя и нести ответственность за положение. Ответственность за то положение дел, которому время от времени всегда капитализм приводит. В регионах с бизнесом начинают работать региональные администрации. Это очень беспокоит. МВД это тоже нехорошо. судебно-правовая система во главе с прокуратурой, что создает дополнительную напряженность во взаимоотношении бизнеса и власти. Складывается впечатление, что профсоюзы в их нынешнем виде не нужны никому, кроме прослойки профсоюзной бюрократии, которые получают основные выгоды от существующих. Нужны ли такие профсоюзы, да, я вам? Отсутствие рыночных профсоюзов, вот какие можно, рыночные, фиберальные профсоюзи, или фиберальные консервативные лучше с точки зрения. Это социальные конфликты, это градация населения и в конечном счете неконкурентоспособный бизнес. Главые и неэффективные профсоюзы это ситуация стран третьего мира, с которой правительство сегодня не хочет мириться. Такими профсоюзами, то есть тревожит состояние самой многочисленной структуры профсоюзов, то есть ФНПР, правительство, и поэтому сегодня оно предпринимает следующие маневры. пытаясь подмять под себя допустим, вернее уже подмять под себя руководство СОСПРОФа, ну было ли это результатом сделки наверное в том числе, но все-таки мы понимаем, что это прежде всего политика и сознательные управленческие действия, значит подминая под себя СОСПРОФ, туда же РПЛБЖ, значит есть попытки объединить в такое, в новое профсоюзное объединение, Федерацию профсоюзов России, куда входят авиадиспетчеры, защита, туда же входит, значит ВКТ, КТР, одним словом, значит все те профсоюзы, которые проводили, ну во всяком случае формально были классовыми, то есть не допускали в свои ряды представителей администрации, которые ввиду того, что все-таки у них преобладала либеральная тенденция, тоже несколько утратили авторитет, но тем не менее сохранились, значит, и наверное жаждут поправить свое положение, значит, на этом спекулировать. Учитывая также вот еще важный момент, значит, кроме ФНПР и, допустим, там, ТОСПРОФа, значит, активную борьбу мы с вами знаем и не забыли, конечно, что РАА, да, парище, так вот, своей борьбой вот этой, а еще раньше профсоюз докеров, когда он был, ну, в расцвете, значит, эти профсоюзы раз, сразу, значит, так, за шагом, одним словом, завоевывали авторитет и сочувствие у тех еще пока неорганизованных, но думающих, трудящихся и рабочих, которые, значит, наблюдают пока за этими профсоюзами со стороны и сочувствуют этим вполне. Этим тоже очень и очень обеспокоены представители власти, правительства, представители бизнес-кров, которые, принимая такую ситуацию, просто перехватывают инициативу и пытаются загнать всех как бы в альтернативную, в новую, в объединение новых профсоюзов и даже почти классовых, по видимости, да, а некоторые не только классовые, по сути своей, и процесс этот мы управляем, и мы видим очень глубокие корни и следы этого управления, и не скрещено, что это может удастся, значит, во всяком случае, в отношении части профсоюзов, которые до этого сохраняли свою, пока мы говорим, финансовую, сохраняли свою организационную, но, конечно же, не сохраняли свою идейную самостоятельность, то есть, в которых пролетарская тенденция и против, ну, ломалась и слава либеральная, вот для того, чтобы ее с одной сторонырать, для того, чтобы иметь набор, это очень важно, значит, профактивистов, которые прошли обучение в АФТ, и КПП, потому что все так называемые свободные профсоюзы не наполнены, значит, профактивистами, которые проходили и проходят обучение в структурах АФТ, КПП, значит, МП, ВНФСССР, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, вот такая стратегия сегодня в отношении профсоюзов для укрепления либеральной или, если хотите, либеральной консервативной тенденции в профсоюзах и недопущение с другой стороны собственно пролетарской коммунистической тенденции, значит, мы с вами прекрасно понимаем, что это в том числе против Российского Объединенного Трудового Фронта вполне была, конечно, попытка внесения удара. Паскварин, с момента объединения, с момента появления инициативы создания Родфронта и учительного съезда, значит, все классовые профсоюзы и юберов в движение во строительство фронта, Родфронта. Здесь есть попытка построить другую структуру, которая полностью будет управляться не только идеологически, но и практически, политически, стороны просто-напросто людей, которые посажены в правительство. Так, цинично. В истории это было, в истории Греса так тоже было. Особо яркий пример в Аргентине, когда не просто сажали, а даже сажали на должности руководителей профсоюзов офицеров, находящихся на службе в Аргентинской армии. Вполне понимаю, что это за тенденция. Значит, на примере создания Родфронта и критики со стороны его оппонентов, мы можем лучше рассмотреть тенденцию мелкобуржуазмы, главным образом троцкишку. Ну вот мы спросили наших товарищей из Греции, а как у них там с этим делом? Ну мы понимаем, да, мы сегодня уже с вами изучили, и сегодня северная тенденция там набирает силу в профсоюзах и в работе. Значит, какое место занимают в политическом спектре и в профсоюзах такого рода мелкобуржуазные элементы, ну революционные конечно, по фразе антиглобалисты, троцкисты, анархисты и прочее. Просто товарищи говорят, что антиглобалистов в Греции нет. Пытались их там завести, даже что с форум устраивали, не помню как он. Но этот фрукт закончился, так и пишут, нет больше в продаже. А троцкисты в Греции не имеют никакой политический вес, тем более, что троцкисты раздроблены в несколько небольших групп. Части этих групп сотрудничают с правыми оппортунистами, то есть бывшими коммунистами партии Син в рамках коалиции Сириза, а другая часть множеством маленьких левайских группировок в рамках коалиции Антарсия. Все эти группы имеют враждебное отношение к Компартии Греции. ПАМЫ имеют враждебное отношение, которое обвиняют в расколе рабочего движения, потому что ПАМЫ не подчиняются соглашательской линии официальных профсоюзного сектора АДД и частного ГСЕС сектора. Поэтому они, как, впрочем, и анархисты, участвуют на митингах и демонстрациях ГСЕЕ от ЭДД. В их рядах действуют свободно провокаторы в масках. Вот мы помним, что провокационно вели себя анархисты в Греции в момент предыдущего подъема классовой борьбы, тем более, когда там случилось, в лицейский застрелил мальчика, значит, это они использовали и для того, чтобы спланированные выступления взорвать, а, значит, превратить их в кинги, неорганизованные, значит, подожгли, там, за одну ночь 160-х, и кричали на всяких углах, что вот она революция уже пришла, коммунисты. Значит, вчера в Греции другие силы пытались спровоцировать ПАМА и Компартию Греции. Там представители ЛАОС, то есть самой националистической партии, одной из ее самых реакционных группировок, как-то она там называется, заря, что ли, флагами ПАМА подожгли беспорядки и подожгли здание банка, тоже там погибло трое человек от выгрузья газами. Еще одну провокацию удалось Компартии Греции предотвратить, когда они так же им пришлось отбирать флаги ПАМА у тех, кто не имеет к этому такого отношения и охранять, то есть Компартия Греции и ПАМА говорит, в практиках требуют охраны собственных митингов, мероприятий и собственных забастовок. То есть забастовка это не просто когда объявили, а надо необходимо охранять рабочие места, необходимо давать отпор тем, кто пытается ее сорвать. Это организованным силам удается в Греции. То есть мы видим, что вся эта мелкогуржуазная тенденция там себя проявляет вот таким образом, то есть наиболее последовательно проявляя свой реакционный характер в критические моменты, в моменты обострения классового противостояния. Значит, мы на протяжении этих 20 лет разные видели и со стороны транскистов изыски в идеологии, в попытке завладеть идейным руководством профсоюзов. Особенно тут Ракицкий Галина Яковлевна и кто там второй там, если вас очень хорошо знает, сражался с ними неоднократно. Вот, значит, давал на такую, значит, статейку или, так сказать, ложную постановку вопроса социальное партнерство или социальная капитуляция Юрий Григорьевич Сирентьев. Ну, это можете все на сайте посмотреть, я не буду, то есть призываю вас посмотреть, не буду важен, но мало. 50-50 минут закончился ничемный человек. Закончился, да? Ну, если есть вопросы, давайте, так, вопрос. Можно? Пожалуйста, Борис Николаевич. Скажите, пожалуйста, какие вы видите, надо решать первоочередные задачи? Фронт он. Подписи собирать. Значит, пополня свои ряды. Значит, организационные задачи безусловно надо решать. И с решением организационных задач, видите, как противодействие выявляется идейное, да, тех друзей народа и слева, и справа. И вот на раскрытии их реакционного характера мы таким образом пропагандируем правильную пролетарскую тенденцию в Ротфронте. То есть здесь и борьба за идейное, то есть организационная и идейная борьба сочетается. Поэтому эти задачи неразрывно связаны, значит, они и есть главные. То есть сам процесс строительства Ротфронта, привлечение новых сил в Ротфронте безусловно требует и усиления идейной борьбы. Так, пожалуйста. Вы сказали, что Фанопаер проводит буржуазную политику. Можно ли на этом основать Фанопаер классовый профсоюз? Это к вопросу нужны ли союзы буржуазии? Нет. Нужны. Называть классовыми. Значит, классовыми, да? Ну, мы, конечно, имеем в виду, когда называем профсоюзы классовыми, то есть, во-первых, что в профсоюзах нету представителей, ну, буквально нету, представителей администрации предприятия. Нету. Не должно быть. Ну, это, так сказать, необходимые условия, но недостаточно. Мы имеем в виду, конечно, принадлежность к рабочему классу, к целям и задачам рабочего класса. Значит, когда признается членом профсоюза и, прежде всего, руководством признается необходимость ведения классовой борьбы с классовым противником. Признается ли руководством ФНПР вот такое положение? Конечно, нет. В этом смысле. Являются ли они классовыми для буржуазии? Думаю, что даже в этом смысле нет. Потому что тогда был, значит, это должен быть профсоюз буржуазии, но тогда там не должно быть профсоюзом, тогда не должно быть представителей рабочего класса, если наоборот перевернуть. У буржуазии свои профсоюзы есть, это союзы промышленников и предпринимателей. А вот что касается того, что они политику буржуазную и идеологию буржуазную насаждают среди своих профсоюзных пастыр. Пожалуйста, вопрос. В практике все-таки действует автопу, орёчник, они протестуют против того, что их сгоняют из Афраксина еще куда-то в пользу этих гипермаркетов всяких, требуют себе кредитов годных, все это. Должны мы их поддерживать в связи с тем, что они борются с там, где нарушаются их хотя бы общегражданские права, политические права, тем более, конечно, должны. Мы, конечно, должны. И, значит, мы ведь к мелкой буржуазной и как относимся? Положительно тогда, когда она готова перейти на сторону пролетариата. Да, это однозначно. Когда, во-первых, ей грозит этот переход, а во-вторых, уже она и готова и принять политику, интересы, по крайней мере, рабочего класса признает, как... Да, эту часть, да, конечно. Ну и надо сказать, что вот по примеру греков это положительный результат. То есть, тогда можно объединить широкие массы, действительно. Но надо понимать, что, значит, эта политика будет тем успешнее проходить, чем сильнее будет становиться сам рабочий класс. Чем крепче он становится на собственные классовые ноги, чем он усваивает идеологию, своего рабочего класса. Чем успешнее будет объединение. Потому что, значит, ну мы можем, конечно, на словах и там в заявлениях поддерживать ларешников и так дальше. На самом деле, значит, они нас будут поддерживать, когда видят силу. К примеру, вот рассказывали наши товарищи, которые участвовали в массовых демонстрациях в Греции, или идет, к примеру, там ПАМА, Компартия Греции, то ларешники в этот момент, значит, открывают магазины и бесплатно выдают воду. То есть поддерживают, то есть это не только мы там поддерживаем мелкий бизнес, но и они, понимая, что могут получить поддержку рабочего класса, известные, конечно, значит, они также демонстрируют свою солидарность. Значит, они объединены в профсоюз, информацию свою, которая вот в данный момент и в данное время, значит, в Греции поддерживает ПАМА, вместе с ней выходит на улицу. Еще вопрос. Павел Фроссов, вот первый такой частный, вы упомянули о том, что мы сейчас пьянами, каким пьянами, в основном, активные линии фермерские хозяйства? Значит, конечно, прежде всего, это бедные крестьяне, которые, нет, я не могу вам сказать сейчас точно о структуре сельского хозяйства Греции, не готов. Значит, конечно, прежде всего, это те крестьяне, которые страдают от монополизации сельскохозяйственного производства. То есть, они не выдерживают конкуренции, значит, и когда их перестают, они уже перестают получать поддержку и декредитов, то тогда, будь это фермеры мелкие, или либо там, значит, крестьяне объединенные в кооперативы, в таком случае, это страдающая и трудящаяся часть, конечно, компартия не просто поддерживает их, а организовывает, потому что больше некогда. Розея этим не занимается, сейчас ей не до того. Все времена пришли. А если необходимо, мы очень быстро уточним структуру всех хозяйств в Греции и кто там больше фермеров или чего. И второй вопрос, а вот какие статистические данные могли бы вы привести к решению классовых профсоюзов в Греции, ну, в частности, вот таких классовых рабочих и классовых и сравнить это с тем, что... Вот, честно говоря, значит, есть у меня статистика... Нет, именно цифры. По Греции не могу вам сейчас сказать точно, но мы с вами понимаем, что дело не в количестве даже объединившихся в спамы. Думаю, что их меньше. Значит, в противном случае, наверное, бы и правительство там себя иначе вело, точно так же, как в России. Но авторитет больше, понимаете, да, и сочувствия больше. Точно так же, как рабочий класс может не быть, так уже было и в истории, он не может не быть, или, допустим, как в Греции, явно нету большинства индустриальных рабочих среди трудящихся в Греции. Их нету, этого большинства. Но инициатива, значит, настоящая борьба, настоящая схватка с капиталом и авторитет за ними, конечно. Я почему именно вот это... Ну, вступление потом... Сравниться с Россией нельзя, потому что ситуация пока разная. Пока разная. Потому что вот такого ядра классовых профсоюзов сегодня еще не сформировалось, а есть попытки его сформировать. И есть попытки обратные, значит, не дать возможность сформировать. Поэтому... Но мы понимаем... Есть статистика, есть статистика в аналитической записке, ну, она у меня даже безкандал с собой, по отношению опрошенных трудящихся к профсоюзам. Так вот, авторитет у профсоюзных классовых уже выше. Есть еще вопросы? Клинин переходим. А у меня, Олег Николаевич, один вопрос. А какие организации пролетарские тенденции? Есть вообще-то цели? Есть, конечно. Значит, нет таких ярко выраженных, но... Есть? Значит, защита старается это делать. Правда, ввиду, так сказать, не в положении, как данность сегодня не в самом бушарном свете. Но все-таки, если в программе и в уставе, вернее, записано, что Паржосоюз и члены его последователя борются за уничтожение эксплуатации человека-человека, мастерская тенденция. Вот. То есть, мы пытаемся отстаивать эту тенденцию в Родфронте. и, например... Значит, наверное, есть элементы таких моментов среди профсоюзов, которые уже классовые по составу, да, которые избавились от работодателей, которые ведутся не мягко, но долгую, но грамотную борьбу. Значит, есть там тенденция, но там есть и обратная. Поэтому мы не можем сказать, что вот этот профсоюз сегодня стал полностью под руководством коммунистов. Где-то такого. Хотя мы знаем, что многие лидеры и испытывают симпатии, но они прямо и говорят о том, что в настоящее время они не имеют поддержки массовых своих собственных профсоюзов. Поэтому мы больше должны говорить сегодня в России о развитии, о необходимости развития этой тенденции на тех примерах, которые дает нам практика сегодняшнего. Давайте к выступлениям переходим туда. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, во-первых, что Олег Николаевич замечательный сделал доклад, который, по-моему, правильно ориентирует на лучшее международное. Правда, мы всегда привыкающие рядом с ПАМИ и рядом с греческой партией, а ПАМИ в себе существует. Не сам по сядь мы свои кассу партийную наши правителей и рабочих продолжения профсоюза дует так, когда руководят. То есть я хочу сказать, что вот сама такая линия, которая правильная, я думаю, что это первое. Второе, я думаю, что, конечно, не нравится быть партией рабочего клада, в теории, потому что партия, которая, да, диктатура однозначно оценивает, у меня есть некоторые сомнения, которые тоже хотят. Кажется, что вот этот определенный. Говорить о профсоюзах, по которым на классовый по составу. Минские армии, которые сюда напали в 1900 с вами, классовые были. Рабочего класса состояли. Там не ни олигархи стреляли из пушек, так сказать, крупные. На танках были ни олигархи, пришли сюда разных партий. Поэтому классы были организованы. Марс, например, не принадлежал к рабочему классу, а входил в организации. Очень много рабочих входит в организации буржуазных партий. Олигаристы, например. Рабочих там очень много, они входят в классовые организации. Поэтому я думаю, что нужно не просто говорить классовые, они входят в организации рабочих. Гуронт, я думаю, проходит не между буржуази и рабочими. Даже если мы возьмем, вот так сказать, я уже называл профсоюзов, давайте возьмем их устав, там никто. Однако там тех людей, которые тянут руку в буржуазии и находясь на освобожденной от профсоюзов больше всего воюют за интересы. Скажем, если мы возьмем пять компаний, Маркова, Порта-Санкт-Петербурга, четырех из пяти руководства сможет позиция, работодатели, а не даже таких вопросов, второе, что я хотел сказать, подумать с ровками, просто классовые, давайте ясно, что если он тянет на это. Я думаю, что вопрос здесь ориентированный профсоюз, не ориентированный на буржуазные партии, однозначно. Пример, товарищ Сайд, который НПР, заместитель Макова, он же является заместителем водителя, там мы имеем с партией к массам разные союзы, мете-профсоюзы, буржуазные по своей политике, классовые, вполне классовые профсоюзы, то, что там находится много рабочих, ставит их в положение того класса, с которым они должны. Это мы должны прямо людям говорить, что в организации есть у нас союзы, ориентированные на классовые интересы, так скажем, защита профсоюза, докер, а есть и он эпизиономии, каша в голове и каша в позициях. Они, как всякие, неопределительно склоняются к классу, который имеет какой организм. Если они убегают от политики, по-прежнему у нас после периода де-идеологизации, де-политизации, которые продолжаются, если некоторые граждане, так сказать, решили, от политики, они разные политики в планном потоке, который идет. Это я бы хотел. И третье, что я хотел в связи с тяжестью всей политики. Анна, и реального комитета, работа в рабочих коллективах. У нас, у нас множе позиции, по некоторым вопросам, которые достигнуты у нас полное единство. Например, вот, так сказать, два принятия программы коллективных и, так сказать, профсоюзов влиянием вполне коммунистических конентам, скажем, партии, России, все ралли, идею о том, что на ней зарплаты в стоимости работы. И это записано во всех решениях съезов и работников радио-локации радио-навигации и докеров записано, в том числе и решений съезов, Совета и так далее. Вот, собираемся в российских клиентах, начинаем проверять. Ну и что? Кто провел какие-нибудь действия в этом направлении? Какие-нибудь? Какие-то великие, такие, как в Греции. какие-нибудь, например, написал бумажку, отдал ее работодателю о том, что просит оговоры. А в рубеже для этого ничего не надо. Или, если у вас нет большинства, пойдите к рабочей уверенности. Я и к абсолютно на муравитету проводить моих интересах переговоры и идти коллективные продовые. И эта работа не делается. Мы можем назвать и мы их назовем традиции те организации, которые сделали дарятую Россию. Поэтому вот складывается у меня такое впечатление, что у нас товарищи вот, значит, таки надувают, что мы такие вот классы, революционные. А получается, что... Потому что действия конкретных в решении тех вопросов, которые поставили, простых, элементарных, не делаются. И может из Бостока не делайте. Первый второй спор не может. Но переговоры можно провести? Ну, требования хотя бы предъявить. Ничего нет. Ничего нет. Никаких действий. Полное бездействие. Вот на этой линии фронта, где проходит фронт, а фронт проходит через профсоюз, в том числе вот через эти классовые, рабочие по составу. И вот все признают, что фронт борьбы между буржуазией и рабочим проходит, не между рабочим классом буржуазии, он проходит внутри союза. В том числе и внутри рабочих профсоюзов. Сегодня это уже факт и факт политический. Внутри профсоюза Токеров, теперь вот только что был такой плотный союз авиадиспетчеров и профсоюза работников радионавигации и связи во главе с Южаковым. Они все время поддакивали. Вот в этом конфликте, который сейчас идет, политическом конфликте, потому что сейчас делают авиадиспетчеры, это, конечно, политическое действие, выступают за то, чтобы снять руководители госкорпорации по организации воздушного движения, которые обительствуют. Это что такое? Политическая борьба или экономическая борьба? Политическая борьба. И тут товарищ Южаков начал, так сказать, идти от того рода контакта с работодателем для того, чтобы задать какие-то отдельные коллективные договоры и по сути придавать общую линию, которую они выработали сами. Вот я думаю, что имея в виду вот это дело, мы должны вот на этом фронте иметь какие-то успехи и продвижения. И их считать, как вообще во всякой классовой борьбе. Если мы будем говорить, что у нас классовая борьба, но мы не будем говорить, что мы завоевали в этой классовой борьбе и что потеряли, то получится, что у нас тогда будут одни сплошные разговоры. У нас есть что сказать, но очень мало. Крупулезно считаем и все набирается, не знаю, вот, может быть, Олег Николаевич пересчитает, больше получится, но я вот, к сожалению, вынужден доложить, как консультант Российского комитета рабочих, где мы собираем все данные о том, что есть вот на этой линии. И видим, что на этой линии разговоры больше всего, а вот действий очень мало. Я желаю заключить на слово мне, да? Да, конечно. Отчасти согласиться, конечно, значит, с Михаилом Васильевичем желание скорее перейти, терминология более ясная, но, во-первых, можно сказать, что греки до сих пор не отказались, не называют, считай, бабы, и не гласов, профсоюзов. Это и историю имеет, наверное, и у них, и у них имеет историю, да, этот термин, и у нас, когда мы, вспомните, с чем защита боролась, значит, чтобы вычистить или не допустить в профсоюзе физических представителей нации, то есть, в России. Значит, конечно, фронт между буржуазией, вернее, это сказать, фронт борьбы, диалогической, между буржуазией и рабочим классом, проходит внутри профсоюзных организаций. Проходит. Но это не значит, что идет борьба между ими рабочими, понимаете, когда мы переносим самый худший, значит, юнионизм, когда рабочие сталкиваются с рабочими. Вот этого надо избежать. Поэтому, думаю, что, значит, столкновение, это, столкновение, это нужно разрешать, если оно имеет место, конечно, стараться в свою сторону. Это большая проблема сегодня. Это проблема еще и потому, что мы оказались в ситуации небывалой. Когда сформировалось сознание рабочего, и вот, допустим, последние десятилетия бывания советской власти очень пиво и неадекватно. Оно сформировалось на отрицании несоответствия идеологии и экономической жизни, как это происходило. поэтому, поэтому, когда мы сегодня пытаемся применять приемы к советской рабочей, приемы агитации, ввиду, что они как бы вот родились при капитализме и должны бы иметь вот такое сознание, то они не приводят к успеху. Получается, что мы пытаемся разрушить их лучшие представления об отношении у рабочих они сегодня неадекватны совершенно. Такая лобовая атака приводит к обратному результату. Самое, может быть, неосознаваемое, но лучшее в жизни, которое у них было, мы пытаемся разрушить. Вот как это воспринимают. Ну, это я отвлекся, конечно, это уже, собственно говоря, моменты идейной борьбы. Значит, мы с вами, думаю, сойдемся сегодня и сошлись сегодня в том, что борьба этих тенденций имеет место, что она обостряется, что несмотря на то, что лидеры профсоюзов, которые мы называем классовыми, еще имеют большую кашу в голове, еще не является идейно по-настоящему определившим. Тем не менее, процесс этот идет, и мы с вами должны приложить все силы для ООН, чтобы наша пролетарская тенденция преобладала, она, в конце концов, в том, что она прибедит, не сомневаемся, и товарищи там демонстрируют. Можно, можно, и даже показывают, как. Спасибо, Олег Николаевич. Значит, объявление по следующему занятию. Следующее занятие тема «Ленинские музеи в России». Проводит директор музея «Разначейный Петербург» Федоренко Тамара Григорьевна. У нас было два переноса, вот она сама позвонила и сказала, что 13-й я могу, прошу прийти. Я надеюсь, что не будет связок. Все всякие можно. Можно еще одно объявление уже партийное. Товарищи, две книги мы получили из Греции, они у нас есть в библиотеке, возьмите, пожалуйста, ознакомьтесь, обязательно. Это вот очень, с одной стороны, и теоретическая база, и политическая, практическая, и в том числе освещающие вопросы, те, которые мы на сегодняшнем занятии с вами, которых касались, и мероприятие на 9 мая. Напоминаю, что в 11.30 надо собраться в Пискаревском мемориальном кладбище ухода, и в 16 часов собраться у показа Октябрьский для шествия. Так что, всех приглашаю, прошу прийти и в день 65-летия Победы продемонстрировать классы характера наших организаций и нашей Победы. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok